Приветствую всех поклонников игр от парадоксов. В прошлой серии мы начали воевать в Англии. Мир мы заключили. Забрали две провинции здесь и одну португальскую колонию вот тут. Флот наш добрался до берегов Америки. Почти весь развалился на части. Тоже придется новое отстраивать. Пока тот отремонтируется, нам надо сюда войска поставить срочно. Тот флот даже можно будет распустить. Потому что нифига он не доплывет. Часть кораблей заберем. Те, что имеют шанс доплыть. Хотя пускай ремонтируется, пока он там создастся. Может они как раз отремонтируются. Достаточно. Так. О, неужели? Ага. Опять создавались. В оккупированной провинции. Так, чтобы всех. Так, тут у нас наемников нету никаких. О, тройка. Тройка. Где же это есть? Ну, это что за перекрещивание опять? А, нашу национализацию провести. Ты, блин, нифига себе по цене. До 20-го года и 21-го будет все это национализироваться. Стоятельность повысим. Так. И вот так. Расстелить их. С крестьянами сейчас будет покончено. Такие сильные войну запустили. Усталость от войны поднялась высоко. Соответственно, восстание. Выиграли. Прекрасно. О, у нас же офицеры есть. Вперед. Вперед. И флот наш. Почти. Десятка есть. Давайте плывите сюда. Повстанцы добились успеха. А, вот туда нам и надо будет высадиться. Ох, еще и здесь. А, эффективных шпионов нам не надо. Так. Ну, разбейте их. Да, с последними крестьянами долго разбирались. Ну, что, сейчас войска еще вот эти должны помочь вам. Угу. Рекруты наполовину просели. Эти сволочи тут успеха добились. Да. Ничего, пускай восстанавливаются потихоньку. Где там кораблики-то наши? Ага. Этот идет национализация. Фублька национализации. Аннексия. Опять повстанцы, да что бы их... Флот почти добрался. Скорее всего, он все-таки в боях где-то пострадал. Но я не помню, чтобы он воевал вообще с кем-то. С кем-то, чтобы воевал. Ну, их должно хватить сейчас. Разобраться. Вперед. Ну, и тут корабли сейчас достроятся. И на пять повстанцев еще. Уже вот эти. Угу. Лемит слишком превыше. Надо что-то с этим делать. Начинать переброску войск потихоньку. Где там они? Вот. В Нормандию и вот сюда. Высадка в Нормандию. Московия. Новгород еще не доедет. Швеция довольно сильно так держится. В австанции. Нам сейчас вот этими. Как вам в двадцать первом году разбираться. Сепаратисты, блин. Так. Что там в Африке-то творится? О, полный ужас. Да. Вот это один корабль у нас остался. Который разведку на море проводил. Войска-войска. Потом португальские колонии дохаваем. С помощью них. Так. О, наконец-то. Часть готова. Тут же еще построить. Пока этим будем перекидывать. Там достроится. Там из здания. Верх. Сухой долг. Сухой долг. Вот самое то. Для строительства кораблей-то. И скорость ремонта увеличится. И время строительства уменьшится. Так что пускай. Нет. Туда сначала. В Мец. Какие тут националисты? Оторингские. Оторинге. Альзац. Прованс. Бар вообще какой-то. Самостоятельность колонии. Ага. Ух ты. Ё-моё. 208 месяцев. Нифига себе. Так. Крепость. Возвести. Все-таки для защиты. Так. Идите-ка сюда. Можно даже разделить. Часть сюда отправить. Часть вот сюда. Где наш вод? 15 тысяч найдется каким-нибудь. О. Потихоньку начнем перебрасывать. А там уже. И Африкой займемся. Пошка дам вот эту себе вернем. Опять расширение скаканет вверх. Нифига нам такое надо. Кстати дипломаты свободны. Ничем не заняты. Пускай лучше. Пускай лица и разбираются. Савойя. Улучшить. С кем там еще хреновые такие. Майндс. Гессен. С этим все нормально так стало. Австрия более нормально так. Венгрия. Вот с Сербией можно еще договориться потом. На Союз как раз у нас место освободится. Взрыв рождаемости лошадей. Вперед. Освободится место. В дипломатических очках. И вот исчезло. Колониальные предприятия. О, перекрашиваем потихоньку. Так, это очень важно. Защита укреплений. Пускай. Резигиозная война. У нас такой не будет. Ага-ха-ха. Так. А доход и беспорядки уменьшат. Как раз самое то. В регионах. Повстанческих таких. Там пока идет национализация. Фиг что, построим. Вот. Забрал. Плыви. Обратно. А что ты только 9-то привез? Я же хотел 15. Ну ладно. Командующего нет. Вот он, командующий. Жди подкрепление. О, пока те там бродят. Ты можешь вполне сам от этих 12 избавиться. Ну, по крайней мере, если они на тебя нападут. Ох ты, автономия. Я-то думал, больше 50 нельзя. Они переплюнули себя. Так. Стоять. Эти потом сюда вернутся. В Средиземное море. Здесь в океане от них толку мало будет. Что тут у нас? Ну, можно потрепать их, что ли. В основном там наемники. Наемников не жалко. Так. Им за это деньги платят. А, вот, забыли тут вот этого. 18. Как раз влезите. Осада завершена. Идите вот тут добейте. Все, всех забрали. И сюда. Будем очищать. Африканские земли нами захвачены. От повстанцев. Так. Португалия сюда вылезла. Зараза. Надо все-таки с ними тут разобраться. Пока перемирие. У них еще союз с Англией и Кастильей. А с Кастильей я сражаться не хочу. Пока что. Слишком они сильны. Были в последний раз, по крайней мере. Где там флота наш? Ну, как под кромсайте их. Бегство защитников. 400 осталось. С копейками. Ну, все, вы можете возвращаться. Сейчас начнем бои. Пускай лучше они там на Кастильской земле сидят. ФЕС. Совой отношения. Улучшили до максимума. Вы что, сюда идете? Самоубийцы-то. Фанатики. Одним словом. Перекрасить можем. У нас пока миссионеров нет. И займет 111 месяцев. Еще там на 117. Опять туда влезли. Вот сволочи. Бегут сюда. Вот фанатики. Сейчас сволок. У нас там офицер хороший. Сейчас мы их расхреняками. Так. О. Все. Наемников можно отпустить. Заслужили отпуск. Все. Как же хорошо, что здесь повстанцы сразу погибают. А никак в третьей части за ними гоняться еще приходится через полкарты. Причем раз по пять разбивать одну армию. С Польшей династический брак не действует. У нас дипломата нету, чтобы туда кого-нибудь отправить. Ладно, мы же сами пришлют. Будем надеяться. Надо потом посмотреть, сколько по времени все это идет. Из серии 2 надо сразу заснять. Сразу заснять из серии. Потом разбираться с ним победы. Что-то игра не хочет опять запускаться. Наверное, придется переустанавливать все-таки. Есть такой у них глюк иногда. О. Блин, миссионеров-то пока нету. Вот, а, там нельзя. Вот, недовольство с объем. Сколько нам тут еще снижать? Тут автономию его. Автономию снижать. А тут, может, хоть какая-то прибыль будет. Да и здесь перекрашивать придется. Большинство колоний. Татеизм. Шаманизм. Какие бонусы? Ага, стоимость стабильности минус 10. Вероте и тупимость к истинной вере плюс 1. Местная эффективность миссионеров минус 1. Ну, это я так понял, это вражеские миссионеры там. Нифига не смогут сделать. Так. Что там с автономиями? Ага, все-таки от колонии, дальние земли. Автономии придется снижать. Минимальное значение равно 75. А, это, наверное, за счет того, что заморские земли. Поэтому, что за фигня такая. 75. А, земли за океаном, да? Поэтому и 75. Это типа принуждает нас выделять их автономные области. Я уже даже не знаю, оставлять их за собой или, правда, выделить в автономной области. Таким, за собой-то выделить как-то самомнение державы укрепляет. Потому что сейчас колонии размерами уже больше, наверное, чем сама Франция. Но больше, не больше, но сравнимо. Да, наверное, все-таки больше. В нечисловом провинции, так их обширными владениями. Колония понесла урон, туземцы атакуют. Заколебали туземцы эти. Национализация почти. О, скоро 21-й год. Ух ты, беспорядки какие. Эх, какие беспорядки. Значит, давайте подождем, пока аннексируется вот это. У нас поводы войны с этими есть. С ними и повоюем. Войска. Отсюда можно будет взять... Ага, новая колониальная автономия. А, чтобы писать по-русски, мне программка нужна будет. Ха. Сейчас. Ну, вроде по-русски пишут, да? Зато все они восстания поднимут. Можно будет их потом окончательно присоединить. Так. 21-й год. Тут почти разобрались. Вот. Обратно можно подогнать. С вот этими все-таки надо покончить. Пока они ни с кем союз не заключили. До сентября. Еще ждем. Ждем до сентября. Ага, дипломат. Ой, какой дипломат-колонист. А войска, пускай, стоят на границе с Португалией. Значит, хоть это и автономия, да? Мы можем все-таки изменить название провинции. Кто там сейчас правит? Генрих. Второй ДВУА. Ох, мол, я что-то придумал. Вот так-то. То чешен. Вроде правит-правит, а... Ничего после себя. И упоминания никакого не будет. Нестабильность упала. С учетом того, что власть сменилась. Чеш-то так долго-то. Будет это все перекрашиваться все дольше и дольше. Войска. Сюда лучше потратим, чтобы улучшить все это дело май. Ждем. Так. На борт круизного лайнера. Вот так, недовольство сбивать. Уже знаю я вас. Только моменты ждут. Вот так. Давайте пускай там будут на всякий случай. Май, май. А когда-то у нас, может быть, в феврале 22-го только. Да. Беспорядки, беспорядки. Ну, сейчас там их разобьем всех. Можно еще попробовать союзников призывать. Так. Угу. Ну, и с португальцами потом обязательно. Покончим. Так. Объединим. Угу. Так. Сейчас посмотрим, сколько они нам денег приносят. Колонии, колонии. Агмар мало. И дипломатические эти самые не занимают, наверное. Гражданская война в Шотландии. Можем, интересно, кого-нибудь поддержать там, нет? Угу. Так. Переместить двор в Версаль. Ага. Так. А у нас дипломат еще занят, зараза. Ну, ладно, сейчас тут освободим. Тут уже бесполезно улучшать отношения. Ам. Шотландия. Тайные операции поддержать повстанцев. Шотландские претенденты. Ну, фиг с вами. У нас время войны настало. Союзникам держава Австрия занята. Отдействительно далеко. А, перемирие, нарушение. Не понял. До какого там числа? 4 сентября. А. Ну, вот уже октябрь. Все. Наконец-то. А не по месяцу, что ли? Считают. Ну, давайте ж. Идите сюда с своими войсками. Мы вам сразу и накостыряем. Заодно вернем себе все. Наше. Ну, иди туда уже. Другого момента не могли, что ли, дождаться. Бретонские националисты, блин. Что, устают такой толпой? Так. Придется еще на них отвлекаться. Генрих второй. Так же, б здесь офицер был хороший. Почти. Почти. Что, после боев с повстанцами сюда вернутся уже новые войска. Видите, как хороший офицер помогает в бою. Видите, как хороший офицер помогает в бою. Раскидываем, как нифиг делать. Ну, не все. Тут они уже подуставшие. Тут чуть-чуть подольше все это дело. Занимает. Ну, заодно уровень крепости увеличится. Так. Платники заменим на кондотьеры. Вернее. Отряд наемников, если правильно что-то. А, отряд наемников, сражавшихся в большей части в Италии за интересы местных городов-государств. Ну, будем считать, что их методику борьбы переняли. Ух ты, они опять армию где-то собрали. Вот сейчас мы оттуда войска позаимствуем. Они там все равно стоят, пока ничего не делают. Умер король. Да вот же только умирал. Или это не наш, он скипал. Так. О. Каракки и Каравеллы. А, новые кораблики. Швейцария. Расширение реформации. Какого-то хрена мы проиграли. Какого черта они сюда поперлись? Где там наше подкрепление? Так. Ага. За ними собрались, да, идти? Савоя нас пропустит. Нет, не пропустит. Значит, мы их расформируем, чтобы врагу не отдать. У них там перекрашивание какое-то ведется, да? Вперед. Вперед. У нас еще советник, да, погиб? Эффективность миссионеров. Во. Самое то. Бурбон. А колония у нас с какой официальной? Официальной все-таки православия, да, у них? Ага. Придется нам еще у них там повстанцев их гонять. Эти, видать, золото на наемников подкопили. Сволочь, одним словом. Их разбиваешь, разбиваешь. О, интеграция другой державы. Они разбиваться не хотят. Сразу переподготовка войск у них идет. О, СТР, союзник. Но вступать не хочет. Так что, ничего личного, но... Нафиг ты нам тогда не сдался. Так. Найдем кого-нибудь другого. Разговорчивее. Ну, или посильнее хотя бы. Право прохода. Ходить, если вам так охота. Где-то у них там армия еще бродит. Вот. Посмотрим. Приманка сработает, нет? Что-то у них там. Независимость гарантируется Франция. Стабильность понизим. Ладно. Придется ждать, пока правитель какой-нибудь сам погибнет. В боях с зеленым змеем. Так. А вы рядом встаньте. Сколько там надо? Тысячу, да? А нет, четыре. Опять восстание. Я штуковой скачет убрал. Сволочи. Сволочи, сволочи. Одним словом. Вот вам привет из Армандии сейчас будет. Куда это вы пошли? Ну ладно, идите. Мы вашу крепость все равно раньше возьмем. А потом двумя армиями уже. Туды. Или они отсюда сюда хотят зайти. Что за непонятные действия? А, туда встали, ждут. Ох, ё-моё. Ладно. Подождут повстанцы. У нас тут других проблем появилось. Энное количество. Ох, ё-моё. Так. До фыния. Надеюсь, 12 тысяча хватит вам. Чтобы их разогнать. Ам, Польша, династический брак. Вспомнили, наконец. Ам, династический здесь заключен. Тут победили. Давайте сюда. Так, резиденция Верховного Судьи. Крепости, крепости. Ага, вот для перекрашивания самое то. О, тут всё придётся застраивать. Там ещё вылазит новая реликия. Идите их налево. Вот она. Протестанизм, блин. Расползается. У них же там всё будет действовать модификатор. Там минус 10 к обращению, что ли. Или минус 7. На 15 лет, по-моему. Да, короче, сейчас внутренних реформ шоу Франции будет дофигища. Так. Не будем в их драке участвовать между католиками, протестантами, ветеранами. Пускай сами сражаются. Но что, своих выше крыши. Недовольных, блин. Так. Пум-пу-рум-пу-пум. Оп. Дур-дур-дур. Бедственное положение, в принципе, Уэс. Поможем, конечно. И... Да, и встретимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok